Остальные условия оставляем, как и были. Итак, импортер. Ему нужно заплатить 10500, стоимость товара 500 это 5% налог, он перепродает свой товар, но перепродавать он будет теперь оптовику, он тоже хочет получить прибыль, чтобы прибыль была как и раньше 500, поэтому он продает за 1550, 550 это соответственно 5% налог. Оптовик, заплатив 11 550, тоже хочет прибыль получить, допустим он хочет получить прибыль 300, если он захочет получить еще меньше, то ситуация для розницы будет лучше, а если захочет получить больше, то ситуация для розницы будет совсем плохая, не исключено, что розница вообще откажется у него покупать. Итак, в данном случае он установит цену, оптовик установит цену без 5% налога 11 850 и добавит туда 5% налог. Получается 12 410. Прибыль у него 300. Вроде бы пока все тут получается неплохо, на этих этапах все более-менее довольны, хотя я не исключаю, что при системе НДС прибыль оптовика была бы значительно выше, и вы можете сами посчитать, вы это увидите, что она была бы больше. Итак, дальше розница. В розницу товар попал по цене 12 410. Цена продажи осталась такая, какая и была. Рознице очень трудно повысить цену продажи. Можно, конечно, повысить, но тогда получается, что это за система налогообложения, которая требует повысить цены. И не факт, что повышение цен приведет к продажам, потому что повышение цен очень коварно. Смысл рынка именно состоит в том, что королем на нем является покупатель, особенно в рознице. Покупатель просто не будет покупать и все, особенно если это не тот товар, без которого нельзя прожить каждый день. Мы не говорим тут о газе, мы тут не говорим об электроэнергии, обо всех этих безобразиях и манипуляциях с тарифами. Мы говорим там, где существует пусть вот такой вот удавленный рынок, но все-таки рынок. Итак, была цена и осталась. Уплатили с нее 5% налог и получается, что выручка 12 572. В этом случае прибыль розницы, маржинальная прибыль всего лишь там 160 с небольшим единиц. Куда же делась вся прибыль, которая раньше была столь великолепной и столь высока. А вот ее съел этот 5% налог. 5% налог при каждой перепродаже съедает прибыль. Смотрите, съел прибыль 500 гривен, которые заплатили вот тут вот на таможне. Потом заплатили еще 550 гривен. Я даже тут вот не посчитал, что еще 564 гривни. Тут примерно полторы тысячи, больше полутора тысяч гривен. Съел налог. Этот налог куда пошел? Пошел в бюджет. То есть пошел кому? Чиновникам. Отсюда вывод может только один. Не нужно этих налогов на этой стадии. И все будет хорошо. Налог должен быть только с продаж. Только в том случае, когда продается конечному потребителю. Все, кто участвует в цепочке до конечного потребителя, налогов не платят. Некоторые скажут, ужас, как же так, что же делать, почему они не платят налогов, почему платят налоги только конечный потребитель. По мне, так и конечный не должен платить налогов. Либертарианская система говорит о том, что и он платить налоги не должен. Но если уже вы хотите что-либо брать с посредников, с импортеров какие-то налоги, и вам тут говорит просто чувство справедливости, как же так, почему они не платят, то в принципе на какой-то переходный период, без переходного периода мы не обойдемся. Можно установить ставку налогов для перепродажи, но она не должна быть больше 1%. Это все давным-давно известно. Но лучше всего, чтобы система 5.10 в сфере торговли работала именно как налог, просто удерживаемый при продаже конечному потребителю.